Всем привет. Спасибо вам большое, что несмотря на погодные условия и вчерашние виски-пати вы все-таки пришли вовремя. Некоторые до сих пор доходят, но время начинать. Значит, тема моего доклада это организация успешной автоматизации. Немножко обо мне. Я работаю два года уже QA менеджером и этот опыт дал мне возможность посмотреть на процесс организации автоматизации не только со стороны человека-автоматизатора, который сдает автоматизатору заказчику, но также и как человек, который автоматизацию принимает от других людей. Вот. И, собственно, этот опыт и в основном и сподвинул меня к этому докладу, чтобы поделиться, да, какие, так сказать, чего не хватает тем, кто принимает автоматизацию, да, и о чем часто забывают те, кто делает автоматизацию. У меня накопился опыт уже где-то более десяти автоматизации. Автомейшн проектов. В некоторых я писал код сам, в некоторых я просто принимал участие как менеджер. В основном проекты были на Java и JavaScript, но в данном докладе это не имеет никакого значения, потому что вы здесь не увидите ни одной строчки кода, вообще никакого там технического решения. Речь пойдет чисто о процессе организации автоматизации и как приоритизировать задачи и тест-кейсы, которые мы хотим автоматизировать. Также я большой почитатель практического дайсизма, вот, но это не тема этого доклада, поэтому если кому-то интересно, в кавуарах буду рад ответить на любые вопросы. Итак, адженда. В прошлом году Николай выступал с докладом Five Top Pain Points of Test Automation. Кто-то в зале присутствовал на этом докладе? О, супер. Вот в своем докладе я тоже хочу затронуть тему частых проблем и ошибок, которые возникают у людей при организации автоматизации. Это в первой части мы поговорим вот о этих проблемах. Я их поделил на три основных группы. Это плохие тест-кейсы, отсутствие сотрудничества с девелоперами, продукт-онерами и остальными участниками. И третье это часто результат автоматизации, который мы создаем, автоматизация, которую мы создаем, недостаточно понятный и видимый для стейкхолдеров, недостаточно понятный и видим для наших коллег в компании. Вторая часть доклада у меня будет непосредственно один из примеров того, как мы можем организовать автоматизацию таким образом, чтобы в кратчайшие сроки с минимальными усилиями получить максимально большое вэлью от наших автотестов. Вот. Для этого я делю всю автоматизацию на определенные этапы, вот, там, стейджи или степы, которые должны, так сказать, достигая которых саг за сагом, мы приходим к нашему конечному результату, там, всему покрытию, там, всех наших тест-кейсов, UI, API, там, юнит и так далее. Хорошо. Давайте начнем, да, в wrong way, как не стоит организовывать автоматизацию. Поднимите, пожалуйста, руки тех, кто вот видел или там принимал участие в автоматизацию, которую почему-то окрестили стиле, не очень успешный, так сказать. Есть такие? Есть. Ну, значит, тема имеет место. Да, опять-таки, здесь я буду говорить чисто организационных вопросов, никаких технических, то есть технические, я уверен, вы супер прокачались на других докладах, там, консультировались с девелоперами в ваших проектах. Давайте здесь поговорим вот организация автоматизации, о том, кстати, в чем девелоперы вам не смогут помочь. Первое, что это плохие тест-кейсы и приоритизация этих тест-кейсов. Если у вас, например, полторы тысячи тест-кейсов, которые вообще не приоритизированы и автоматизируя эти тест-кейсы, вы не смотрели, какой у них приоритет, если он есть вообще. И, скажем, вы автоматизировали 500 тест-кейсов. Прогнав свои 500 кейсов, что, по сути, 33% от всех тест-кейсов, что вы можете сказать по результатам вашей автоматизации в общем? То есть в лучшем случае, если вы брали эти тест-кейсы не подряд с разных областей, а вы брали там сначала одну область, потом другую, то в этом случае вы можете сказать, что пройдя, прогнав эти тесты, в этих областях приложения, да, все хорошо, там ошибок нет. Но что находится в других областях приложения, мы не имеем никакого представления и понимания. И, соответственно, после таких автоматических тестов мы не можем сказать релиз-менеджеру, что вот у нас там нету блокеров или критикалов, потому что наши тесты, которые не приоритизированы, да, они не гарантируют нам этого. Соответственно, общей картины по тестам тоже нету. Следующая, следующая, следующая проблема это плохие тест-кейсы, да, плохое качество тест-кейсов. Классическая, например, ситуация, когда в компании там менеджер решает, что нам нужна автоматизация, мы сделаем сейчас автоматизацию и, короче, качество у нас взлетит до небес, все будет супер, но у нас нет специалистов по автоматизации, поэтому мы наймем как тракника, который автоматизирует наши, скажем, полторы тысячи тест-кейсов, да, и все будет супер. Они нанимают контрактника, контрактник приходит автоматизировать тест-кейсы и, естественно, у него вообще нету никакого желания разбираться, насколько эти тест-кейсы вообще правильные, насколько они покрывают приложение, в чем суть вашего приложения и какие области вашего приложения самые главные. У него есть четкая задача. Вот количество тест-кейсов, да, ты их автоматизировал, ты получил свои деньги, спасибо, до свидания. Да. В результате что может получиться? Может получиться с автоматизацией что-то как на вот этой картинке, да. Вроде и мост построили, как бы вроде есть мост, а толку от него вообще никакого. Так и от тестов. То есть они вроде будут выполняться, вроде они что-то будут находить, но решающего, так сказать, value для проекта они принести не смогут, если сами тестовые сценарии, да, написаны недостаточно хорошо. Есть такая поговорка. Если ваши тесты фигня, то автоматизация позволит вам делать эту фигню быстрее. Поэтому залог хорошей автоматизации – это хорошие тест-кейсы. А если, ну не залог, а необходимые условия. Но если вы сделали суперавтоматизацию, а ваши тест-кейсы плохого качества, ваша автоматизация тоже ничего не стоит. Так. Следующий момент – это синхронизация автоматических тестов и ручных. Вот я часто встречал ситуацию такую, когда опять-таки там нанимают контрактников или еще каких-то, или отдел автоматизации. И получается мануальные тестировщики ходят на работу, пишут свои мануальные тесты, там их выполняют. Автоматизаторы ходят на работу, пишут автотесты, там получают свою зарплату и вроде бы все хорошо до одного дня. Когда спустя год приходит менеджмент и говорит, ребята, вот мы инвестировали кучу денег в автоматизацию, а регрессия как было две недели, так и осталось две недели. Вот как бы в чем проблема. И если, ну в зависимости от заказчика, вообще вся автоматизация может и закончиться на этом. И проблема всего лишь в том, что тест не синхронизирован. Поэтому если вы написали сегодня автоматический тест, то как максимум уже с завтрашнего дня надо сделать так, чтобы никто в компании уже вручную этот тест не проходил. Надо как-то организовать и уведомить всех участников разработки программного обеспечения о том, какие у вас тесты, где они и как ими пользоваться. Тогда вот value автоматизации будет значительно больше. Следующее это кооперация с девелоперами, продукт онорами и скажем там девопсами и еще с кем угодно. Классическая ситуация, да, вот и я тоже был на этом месте, когда пришел в проект, мне сказали там, Валентин, тебе надо автоматизировать вот это legacy приложение, вот автоматизируя отсюда и до обеда. Да, и я целый день один там сам писал тест-кейсы, сам решал, какие из них важны и какие не важны, сам выбирал тулы, которые важны, которые я считаю важны. Вот и соответственно потом столкнувшись с какой-то технической проблемой, да, я тоже оставался с этим на один на один. А и девелоперы, которые собственно могли бы мне помочь и которые должны были бы использовать мою автоматизацию для проверки того, как они пишут код, они автоматизации не использовали. И вот к сожалению на практике часто вот так встречаются, когда как-то автоматизаторы живут какой-то своей отдельной жизнью от всего проекта. Не стоит так делать. Следующий момент dirty hacks. Я думаю все уже про это знают. Классический пример, да, там когда у нас нету на элементе какой-то айдишки или мы не можем еще достучаться до какой-то части приложения. Мы начинаем там включать свой мозг на максимальную мощность, воротить какие-то суперсложные там решения для того, чтобы все-таки как-то нажать эту кнопочку там или что-то сделать на сайте. Когда этого можно было избежать, когда можно было подойти к девелоперу, там продуктованеру и сказать ребята вот у нас есть часть нашего приложения, которое не поддается легко автоматизацию. И если я потрачу на автоматизацию этого части очень много времени, да, то value от этого опять-таки будет очень маленькая, потому что скорее всего эти тесты не будут достаточно стабильными, да. Тесты эти будут все время падать и время, которое я на них потрачу, ну будет очень большое. В то время как девелопер может сказать там я вам добавлю айдишники или давайте переделаем нашу страничку так, давайте там изменим использование какой-то технологии, это позволит улучшить нам автоматизацию. Вот обход, так сказать, dirty hack вот этих вот через изменение программного обеспечения могут значительно улучшить жизнь. У меня был такой опыт, когда в одном из проектов было старое очень legacy приложение, которое было очень сложно автоматизировать и технически сильные ребята просто там, я не знаю, сделали невероятные усилия, чтобы там нажимать эти кнопочки, работать с этими виндовыми попапами, которые там неожиданно появлялись, но проблема в том, что автоматизация все равно не считалась успешной, несмотря на все их, так сказать, усилия, потому что все это затянулось во времени и тот return of investment, который был вложен в этот проект, он не давал реально той, того отдачи, которая от него ожидалась. Поэтому надо по возможности избегать вот этих вот dirty hack в автоматизации. Другой момент тоже очень важный, это часто люди у нас, автоматизаторы, они такие дуэры. Приходит человек, там автоматизатор, вот я сейчас вам там все автоматизирую. Человек смотрит, что там тест-кейсы недостаточно хорошие, он начинает сам писать тест-сценарий. Потом он смотрит, там, какие мне технологии лучше выбрать, там, что используется в проект, и сам начинает решать, какие ему выбрать тулы. Потом, не общаясь с продукт-онорами, на свое мнение выбирает приоритет того, что он будет автоматизировать. Потом он пытается это добавить все в CI, не имея достаточно в этом опыте, тратит кучу времени на то, чтобы разобраться, как там работает Jenkins, TeamCity или еще что-то. То есть человек все время пытается все сделать сам, из-за чего вот результат, который все ожидают, он очень сильно затягивается. В тот же момент можно быть, знаете, таким драйвером. Например, у меня есть опыт вот как менеджера, когда я, не написав ни одного тест-кейса по автоматизации, все время драйвлю и подталкиваю других людей создавать автоматизацию в проекте. Спрашиваю тестировщиков, чтобы они написали хорошие тест-кейсы, продукт-оноров, чтобы они сказали, какие области приложения самые важные для них. Девопсов прошу, чтобы они добавили мои тест-кейсы в CI. Да, и сам по сути как бы вообще я ни при чем, я ничего не сделал. Я просто собрал одних людей, собрал других в одной комнате и попросил договориться. И вот такие дуэры, да, они на самом деле очень-очень важные в проекте. Not visible value и как часто мы используем наши тест-кейсы. Опять-таки видел такую ситуацию, когда было большое количество тест-кейсов, хороших тест-кейсов, продуманных тест-кейсов, но, к сожалению, они не выполнялись на регулярной основе. Они там выполнялись согласно, не знаю, какого-то логики тех людей, которые их создали. Но какое вообще value тестов, если мы их не запускаем или если мы их редко запускаем. То есть value автотестов появляется тогда, когда мы их запускаем. Если мы просто написали тест-кейсы и мы их не запускаем, то лучше бы мы их и не писали. Тогда бы мы не потратили хотя бы время и ресурсы на них. Но если мы уже их написали, то обязательно их нужно выполнять. И чем чаще мы их выполняем, тем больше будет return of investment в эти автотесты. Потом никто не знает про ваши автотесты. Написали классные тесты. Супер, они и вы их выполняете каждый, не знаю, день или еще что-то. Но тесты, которые вы делаете, вы выполняете их сами и используете только для себя. Соответственно, девелоперы, они ничего не знают про ваши тесты. Ну они там что-то делают, баги заводят, я фикшу. Хотя с другой стороны, если бы рассказать девелоперам, что вот смотри, у нас есть тесты, и ты их можешь заполнять, выполнять там, например, на Jenkins или где-то на TimeCity, ты можешь заранить разные сьюты в разных областях, тогда девелопер, когда он прежде чем мержить код в мастер, он может запустить эти тесты, пойти попить чай, вернуться назад и посмотреть, что его код ничего не ломает и что когда он это смержит, качество приложения не станет хуже. Поэтому делитесь знаниями про ваши автотесты со всеми участниками в проекте. То же самое product owner, например. У меня есть хороший опыт, когда product owner очень много чего тестировали сами. То есть если мы предлагаем релиз кандидат, они его не принимают, пока не сделают определенную группу тестов. И тогда я сказал, ребята, какие же тесты вы делаете, давайте посмотрим, что вы тестируете, я вам покажу мои тесты автоматические, вы на них посмотрите, получите какое-то доверие к этим тестам и не нужно больше вам делать это вручную, просто там вот зайдите на Jenkins, нажмите кнопочку, они проранятся, вы сами посмотрите на результат и будете уверены, что вот все работает в этой части и можно релизиться. Следующий момент это результат выполнения автотестов. Ну вот например у нас полторы тысячи тест-кейсов и тут вдруг упало 150 тестов. Это плохо, это хорошо, это нормально. То есть как определить? Да, мы не имеем понятия. Упало 150, это вообще, что это значит? А если 200, то есть что меняется? Мы не понимаем. Получается у нас как? Получается, что вроде у нас есть какая-то информация, да, как вот в матрице, что там есть буквочки, есть какие-то цифры, они постоянно бежат, что-то там меняется, но например лиз-менеджер так и не понимает, а вообще мы можем релизиться или мы не можем релизиться. Что эти тесты нам говорят? Они нам говорят о том, что в нашем приложении нету блокеров и критикалов, что у нас нету мажоров и там есть может быть там есть какие-то миноры там или мы точно знаем, что есть какие-то миноры. То есть часто вот такие репорты создаются, да, в которых абсолютно не ясно, что же нам делать дальше. Вторая часть презентации, да, я хочу предложить вам один из подходов того, как можно организовать автоматизацию так, чтобы обойти все эти проблемы и максимально быстро достигнуть какого-то valuable результата, результата, который будет полезен для всего, всей команды, для качества вашего приложения за вот максимально короткие сроки. Конечно, ну невозможно сделать такой пример, который подойдет всем во всех проектах, да. Кому-то он будет больше, так сказать, подходить под проект, кому-то меньше, но в любом случае, да, то есть я предлагаю вам идею, а эту идею вы уже можете переделать, переработать так, как она больше будет подходить в условиях вашего проекта. И первый шаг, который я считаю нужно сделать, это написать 5 тест-кейсов, да, всего 5 основных тест-кейсов, которые покрывают самый главный юзерфлоу в вашем проекте. Например, если у вас магазин какой-то, да, вы чем-то торгуете, у вас там есть разные типы пейментов каких-то, то напишите 5 тест-кейсов, которые будут проверять каждый тип этих пейментов. Что прогнав эти автотесты, вы можете точно сказать, что пользователи может любым типом наших пейментов, да, сделать покупку и купить тот товар, который он хочет. Если у вас там создание каких-то объектов там разных типов, создайте тест-кейс, который создает каждый из этих объектов, да, то есть основная идея, чтобы сделать один тест-кейс, но в разных областях, то есть сделать такой смог-сьют. Потом браузеры, да, то есть скорее всего у вас есть необходимость кросс-браузерной поддержки. Когда у вас 5 тест-кейсов, сделать так, что они будут выполняться там на хроме, фаерфоксе, интернет-эксплорере, да, в принципе не так сложно, да, их же всего лишь 5 штук, да, то есть тогда сразу добавьте выполнение этих тест-кейсов на всех браузеров, на которых должно работать ваше приложение. И, конечно же, чтобы ваш вот этот маленький сьют всего лишь 5 тест-кейсов, да, кажется, что вообще какой от них может быть value от этих 5 тест-кейсов, чтобы value было, добавляйте этот сьют в CI, то есть раньте эти тесты после каждого билда, чтобы каждый раз, когда, например, девелопер смерчил какой-то код в мастер, ваши тесты автоматически затригались, да, и дали ему фидбэк, что по поводу качества его кода, то есть он разломал вообще все приложение в хлам или нет, там весь основной функционал работает, и мы можем приступать к более детальному тестированию. И вот, собственно, поздравляю, вы сделали успешную автоматизацию, да. Основная идея, да, которую вы хотели сделать, что у вас есть тесты, которые проверяют разные браузеры, которые постоянно регулярно, регулярно выполняются в CI, вы уже это сделали. Да, каверидж этих тест-кейсов не очень большой, но зато value вы уже реально получаете от этих кейсов. Вы покрываете все основные user flow, ну не все основные, а вот как раз вот эти пять самых главных user flow. Вы покрываете их во всех браузерах, да, то есть вам не надо посоходить в каждый браузер и перепроверять в нем, что один и тот же, ну не один и тот же, ну да, что один и тот же функционал работает одинаково во всех браузерах. Я думаю, тот, кто часто делает регрессию и перепроверяет одни и те же тест-кейсы в разных браузерах, знает какая-то вообще психологическая боль. Потом девелоперы знают качество, то есть вам больше не нужно говорить там, о, Серега, это самое, ты опять поломал мне, короче, билд, сейчас я тебе насоздаю кучу багов, скриншоты, зайду на сервер, возьму логи там и все это я тебе соберу и ты потом это пофиксишь. Нет, теперь девелопер пускай сам смотрит на выполнение этих тест-кейсов. Если он видит, что тест-кейс упал, да, то девелопер уже сам должен посмотреть, почему он упал и пофиксить либо уже свой код, да, либо посмотреть, что что-то неправильно в тест-кейсе и пофиксить тест-кейс. Да, первый шаг закончен. Отпразднуйте это, да, то есть пускай там, я не знаю, каким-то пивасиком вечером там или плюшками к чаю днем, но прорекламируйте вот первый свой небольшой успех в проекте, да, вот каким-то, так сказать, маленьким мероприятием, чтобы как у коллег, так и может быть у менеджмента связать, так сказать, успехи вашей автоматизации с какими-то позитивными эмоциями. И приступайте к шагу номер два. Я назову его sanity, может название вы придумаете более какое-то подходящее, но я выбрал такое. В чем суть этого второго подхода, точнее шага. Здесь мы уже покроем все основные юзерфлоу во всех областях вашего приложения. Мы не будем копать и залазить там в дебри, я не знаю, работает ли там дропдаун какой-то конкретный там при каких-то условиях. Если этот дропдаун не находится на пути основного флоу, юзерфлоу, да, то не надо его трогать. Проверьте именно вот основной юзерфлоу, но в каждой область. Естественно, да, покройте юзерфлоу, все эти юзерфлоу в разных браузерах. Опять-таки пока их всего лишь еще там не знаю сколько их там 20-50 в зависимости от проекта. И в самом начале сделать так, что они будут выполняться во всех браузерах, это собственно не такая боль. Боль будет, когда вы спустя там год и когда у вас будет тысяча тест-кейсов, вам скажут, ой, вы знаете, нам нужен тут edge, чтобы тесты на edge проходили. И вот тысячу тест-кейсов, да, после хрома заранить на edge, вот там может возникнуть реальная боль. А в самом начале это будет так, ну попробовал здесь, попробую теперь в edge, в edge не работает, а тут локатор не работает, ну ладно, поменял. То есть в начале это реально стоит намного дешевле. Ну и конечно же выполняйте их каждый день. Если они такие большие у вас и вот технически у вас такой фреймворк, который там на одном сервере и в одном потоке где-то выполняется, выполняйте ночью один раз в день, например. Или если у вас там, не знаю, докер-контейнеры какие-то, вы там распараллелили это все классно, там ей тесты проходят очень быстро. Выполняйте эти тест-кейсы тоже каждый билд. Тогда вот фидбэк, девелопер, качество его кода будет максимально быстрый и опять-таки, да, то есть вот value тест-кейса, вот return of investment будет значительно расти в зависимости от того, как часто вы выполняете свои тест-кейсы. И да, вот время пришло, репорт, да, чтобы прогнав эти, тест-кейсы там любым человеком, вами или там продукт-оунерам, может, девелоперам, чтобы было сразу понятно. Например, да, мне уже показывают, у меня 15 минут, будем ускоряться. Да, что сделать хороший рапорт, чтобы все было понятно, о чем говорят результаты ваших тест-кейсов. Ну и, конечно же, спрашивайте, просите команду, чтобы она поддерживала ваши тест-кейсы, потому что их становится все больше и больше и с каждым днем время, которое вы тратите на поддержку тест-кейсов, будет расти. Поэтому, да, простите, чтобы вся команда принимала участие в поддержке тест-кейсов. Опять-таки, поздравляю, да, то есть вы закончили второй этап и у вас есть реальная value. Теперь вы покрываете все основные юзерфлоу во всех ваших областях приложений. Вы это делаете во всех браузерах, то есть вы знаете, что во всех браузерах основной функционал работает и тогда мы, наверное, уже можем сказать, что скорее всего после прогона этих автотестов в вашем приложении уже нету блокеров и критикалов, да, что если какие-то баги и проспочились уже там, то они скорее всего там мажоры, нормалы и миноры, да, что в случае каких-то сложных ситуаций там со стороны бизнеса, да, бизнес может сказать, окей, типа если автоматизация прошла и критикалов нету, мы не меняли много кода, мы готовы типа сразу релизить этот код без дополнительной проверки. Может быть уже на этом этапе этого будет достаточно. Ну и самое главное, да, все теперь знают, что вы реально идете к успеху, что вы шаг за шагом создаете автоматизацию проекта, у вас появляется авторитет. Уже люди понимают, что следующий шаг вы, наверное, скорее всего тоже выполните, раз вы выполнили предыдущие два, правильно? Ну и опять-таки, если в прошлый раз вы за свой счет купили какие-то плюшки и как бы под тему автоматизации успеха отпраздновали этот этап, то в этот раз скажите своему там заказчику, что вот прошлый раз вы классно провели время, празднуя первый этап, там может какой-то бюджет выделим на то, чтобы отпраздновать сейчас, там соединим team building с тем, что вот мы успешно закончили этот этап, ну и таким образом вы опять соединяете вашу автоматизацию с положительными эмоциями. Третий шаг я называю вот приемочные тестирования UAD. В чем основная идея? Основная идея опять-таки, чтобы ваши автоматические тесты использовались как можно больше, как можно больше людей, как можно чаще их использовали. Попросите вот бизнес-аналитика, продукт-онера, спросите их, вот чем ваши автотесты могут помочь им. Если они действительно делают сами много тестирования, да, и вы тут им говорите, что больше вам каждый релиз им не нужно будет тестировать вот одну и ту же фигню, я уверяю вас, они будут очень рады, потому что они не очень любят тестировать. И я видел эти расплывающие улыбки продукта менеджера, продукт-онера, когда я ему говорил, типа, чувак, больше этого не делай, я уже написал тест-кейсы, вот посмотри, то есть прими их, что они, ну, что ты им доверяешь и все, забудь про эту боль, просто нажимай кнопочку, смотри результат и проверяй только новые фичи. И он был очень рад. Да, выполняйте эти тест-кейсы на разных инвайрментах. Если у вас приложение, например, такое, что все third party провайдеры у вас есть на тестовом инвайрменте и тестовый инвайрмент у вас полностью одинаковый с препродом, возможно, в этом нету смысла. Но если у вас есть какие-то отличия, если у вас много third party провайдеров замокано или если, например, пейменты вы можете проверить только на препроде, делая реальный пеймент, да, создайте специальные автотесты, которые будут проверять это. Это, ну, значительно облегчит жизнь. Ну и, конечно же, выполняйте их регулярно. Если эти тесты на препроде там или на проде, может быть, есть смысл добавить их триггером в CI, что каждый раз, когда деплоится какой-то новый билд на этот инвайрмент, тесты автоматически запускаются. И если даже там вам не надо думать там запустить тесты, надо еще что-то протестировать. Там только туда что-то залили, сразу репортик появляется. Вот, да, здесь, значит, протестировали то-то, то-то. Качество у нас, вот, значит, мы рассчитываем, что никаких критикалов там нет. Заодно на этом этапе тоже допишите немного тест кейсов и увеличьте каверидж. Вот этот вот UAD шаг, он такой промежуточный между вторым шагом санить и полной регрессией. Вот во времени разница между, когда вы завершите всю регрессию и когда вы завершили второй этап, довольно большой промежуток времени. И чтобы не оставить менеджеров без информации по поводу того, как вообще продвигается ваш проект, как ваши успехи, вот этот третий этап как раз и помогает заполнить вот это вот пространство, помочь в первую очередь бизнес-аналитикам, продукт-оунерам там и в то же время напомнить в проекте всем о том, что автоматизация есть и вы успешно движетесь к ее реализации. Да, ну и конечно же просите, чтобы вся команда поддерживала тест кейса. Сейчас их реально уже становится много. И если вдруг там продукт-оунер там напишет какую-то старю, в которой он хочет переделать весь UI или переделать там половину вашего бэкэнда, изменить API, ваши тесты завалятся и завалится много тест кейсов и они будут валиться все время, попросите, да, чтобы команда поддерживала их, чтобы когда девелопер получает задачу о том, что вот нужно поменять UI или бэкэнд, чтобы он понимал, что ему надо заинстимировать не только время, которое он потратит на создание фич, но и время, которое ему нужно будет потратить на то, чтобы видоизменить тест кейсы согласно тем изменениям, которые он сделает. Чтобы когда он смержет вот этот свой новый функционал, там рефакторинг или еще что-то, чтобы тесты сразу прошли и были зеленые и у нас было постоянное стабильное качество нашего приложения. Опять-таки поздравляю вас. Все критические моменты покрыты, все основные фичи уже покрыты. Делаете вы это на всех браузерах. В результате уже можно сказать, что, наверное, и мажоры там проходят через вашу автоматизацию с трудом, да, поэтому теперь вы можете прогнать ваши автотесты в разных инварментах, потом немножко эксплора три тестов. И если у вас по статистике вы уже не находите больше багов, там в продакшене, вы все отлавливаете и в продакшене больше ничего не появляется, то может быть даже стоит остановиться на этом. Может нет смысла уже там создавать какую-то супербольшую там регрессию по автоматизации, потом мучиться с ее поддержкой, когда у вас вот по статистике, да, уже приложение на высоком качестве. У вас UI-тесты тестируют UI, API-тесты у вас хорошо тестируют бизнес-логику, все так разделено, там юнит-тесты покрывают свою часть, да. Возможно, здесь уже стоит остановиться. Ну и, конечно, самое главное, все знают, вы можете, да, вы можете создать автоматизацию, вы можете это организовать. Уже нету ни у кого сомнений в том, что регрессия будет закончена. Может быть, чуть раньше, чем ваш дедлайн, может быть, чуть позже. Но менеджер уже будет точно уверен в том, что вы ее закончите, потому что он видит, что вы последовательно, шаг за шагом движетесь к своей цели. Что вот я часто встречал на своей практике, появляется автоматизатор, он начинает автоматизировать, он там копается полгода, через полгода, ну что, как там у нас дела, что ж, есть результат. Ну да, там вот у нас чуть-чуть тестов там, чуть-чуть там, и как-то оно там все работает. И вот все проблемы, которые я выше описал, были в одном пакете, да, и теперь заказчик думает, а может, ну его впень, то автоматизация, да, то ли лыжи не едут, то ли еще что-то не так. И, конечно, да, последний этап регрессия, да, то есть, ну здесь уже, думаю, все понятно, да, то есть покрыть все фичи, которые можем, ну, конечно, не всеми комбинациями, а только самыми логичными, самыми важными. На всех браузерах, которые востребованы вашим проектам. Возможно, у вас есть необходимость в том, чтобы написать тест-кейсы под мобильные или таблет-девайсы. Тоже как бы уже вот основное время, так сказать, для самого основного увеличения кайверджа и, собственно, шаг, который больше всего времени занимает, это вот четвертый шаг регрессии. Уже все вам добирают, все знают, что вы сделаете, вы можете, так сказать, позволить себе растянуть этот шаг во времени намного больше, чем предыдущие шаги. Конечно, добавьте эти тест-кейсы вся и выполняйте их каждую ночь, потому что, как я уже много раз сказал, value от ваших тест-кейсов растет пропорционально тому, как часто вы выполняете и как часто не находят ошибки. Ну и, конечно, команда отвечает за поддержку регрессии. Да, тут ставить человека, который только и будет заниматься тем, что обновлять автотесты, там смотреть, почему они упали и так далее. Это как nightmare как для человека, так и для менеджера, чтобы найти на постоянную снова человека, который согласится это все время делать. Да, поздравляю. Вы сделали это, вы сделали автоматизацию, никто в этом не сомневался, все были абсолютно уверены. Регрессия покрыта, все платформы задействованы, все работает в CI. Баги просто вообще в шоке, то есть им уже от вас не спрятаться. Да, тесты все находят, все проверяют, что тесты не проверили, вы с помощью эксплоратори тестинга быстро допроверяли, дотестили. Ну здесь вообще, конечно, нужно такую нормальную гулянку, да, то есть надо сказать заказчику, ребята, у нас тут вообще прорыв в процессе, в процессе разработки приложения, давайте там все в Испанию на море, там или еще куда-то. Следующее, да, что дальше? Например, вы работаете в каком-то медицинском проекте или у вас там военный какой-то проект и вам вообще на средства тупо пофигу, вам главное, чтобы качество приложения было максимальное, тогда, может быть, есть смысл создать такие тест-кейсы, которые будут автоматически генерировать разные комбинации входящих данных, да, и проверять вообще там безумное количество комбинаций, может, не очень выгодных, да, и не очень, так сказать, эффективных, но опять-таки, если качество превыше всего, может быть, этот есть вариант для вас. Гонять эти тест-кейсы по кругу сутками напролет, но здесь, конечно, надо сделать так, чтобы у тестов эти были внятные логи, да, именно в автоматических тестах были логи. Чтобы когда тест зафейлился, вы не тратили там два часа, чтобы понять, почему он упал, чтобы вы сразу по логу автотеста посмотрели, что, ага, он пошел туда, нажал то, потом он упал, вот скриншот, ну, все тогда ясно, быстренько багу создали, отправили. В противном случае, конечно, это nightmare будет. Вы сделали автоматизацию, она проверяет, она все в CI, она регулярно выполняется. Может быть, время пообщаться с релиз-менеджерами, изменить подход к разработке вашего программного печенья и теперь деливерить, да, перейти к continuous delivery или там continuous deployment и каждую новую фичу сразу заливать в продакшен, пропустив через ваш pipeline. Да, может вот это следующий шаг быть. Может быть, есть смысл добавить автоматическое создание багов по результатам ваших автотестов, да. Может быть, там скриншоты делать, что-то еще. Главное, да, вот как вы видите на фоне цикл деминга, да, не останавливайте, да, не говорите, что вы сделали супер-пупер все супер-классное, да, и больше некуда развиваться. Пытайтесь постоянно придумать, как можно улучшить вообще качество вашей автоматизации и вообще весь проект. Summary. Да, делите большое на маленькое. Не старайтесь сразу, вот как я видел, там взять всю автоматизацию, сразу все автоматизировать, все тест-кейсы, все, я скучу сейчас все сделаю и будет супер. Да, то есть, ну, это не получится. Сразу вот, ну, никто сразу не может там поднять 200 килограмм. Мы сначала поднимаем там 50, потом накидываем, накидываем и доходим до 200. То же самое и здесь. Делите большое на маленькое. Двигайтесь от шага к шагу, да, то есть добились какого-то, поставили себе какую-то цель, добились этой цели, проанализировали свой опыт, сколько вам это стоило времени, усилий вообще, как весь этот первый шаг проходил, спланировали следующий шаг. Истимируете уже следующий шаг на основе того опыта, который вы получили в первом шаге, да, и так дальше шаг за шагом двигайтесь к своей цели. Инвестигируйте вообще, чем автоматизация может быть полезна в вашем проекте. Возможно, вот продукт оунерам можно помочь, возможно, девопсы давно хотят как-то проверять автоматический деплоймент билдов на разные инвайрменты. Возможно, вы можете добавить смок сьют вот каждому деплойменту и таким образом помочь им. То есть пытайтесь, то есть общайтесь с людьми, пытайтесь понять, как автоматизация может помочь, потому что опять-таки value автоматизации, вообще важность всей автоматизации вашей в проекте зависит от того, сколько людей ей пользуется и как часто она выполняется. Рекламируйте свой успех. Вот классическая проблема наших постсоветских людей, что мы привыкли быть очень скромными, да, и когда мы достигаем какого-то результата, реального, значимого результата, с которым все согласны, что это действительно классно, мы почему-то скромничаем. В то время вот как на Западе люди не стесняются сказать, типа я сделал классную штуку, там мы сделали классную штуку, мы вообще классные перцы, мы запилили супер вообще штукенцию. Не стесняйтесь, рекламируйте себя. Если вы не прорекламируете себя, то наверное вряд ли кто-то это еще сделает, да. У нас был, у меня был опыт такой, когда моя команда, в которой я работал, одного клиента, проигрывала, так сказать, в конкуренции другой команды, от другого, так сказать, от другой компании. И мы не могли понять, почему в глазах заказчика та компания, команда лучше, чем мы. И мы начали разбираться и в конце концов мы выяснили, что в той компании очень классные слайды. То есть та команда все время показывает классные слайды, хотя и программное обеспечение они предоставляют хуже. Но заказчик ввелся на эти слайды, ему нравились картинки. Ну в конце мы выяснили, что у них был специальный человек, который все слайды пропускал через себя, делал их супер типа красивыми, там картиночки добавлял. И даже у джуниор-тестировщика слайды, которые он показывал клиенту, всегда были просто супер. В то время, как в нашем проекте у нас там текста набросали, идею показали и хватит. Не стесняйтесь, в общем, рекламируйте себя. И самое главное – drive automation. Я как человек, который занимался наймом автоматизаторов, могу вам сказать, что найти технически сильного дуэра – задача не очень сложная, особенно если это Java. Но найти технически слабого драйвера, который вот с самого начала посмотрит качество тест-кейсов, посмотрит, какие тулы выбрать, поговорить с девелоперами, поговорить с продукт-онерами, чтобы выяснить, что в первую очередь покрывать, поговорить с девопсами, как это лучше синтегрировать там с вашим пейплайном. Вот найти таких людей гораздо сложнее. Да, так что drive automation. Спасибо большое. Я не знаю, есть ли у нас время на вопросы. Есть? Спасибо за доклад, очень интересно было. Скажите, все-таки вот dirty hacks, вернемся к ним. Если все-таки есть продукт, который нужно автоматизировать, это тяжело, от чего отталкиваться? Все-таки пытаться покрыть ручную или возвращаться к девам, просить рефакторить код, какие-то там айтишки вводить? От чего? Да, в идеале, конечно, лучше идти к девам и говорить, вот посмотри, у меня такая-то проблема. То есть можем ли мы лишить как-то со стороны кода более легко, чем, например, я буду создавать вот такие карусели. То есть если вы их уже подталкиваете немножко, если вы уже провели пару партий, связанных с успехами автоматизации, да, они уже более раскованы к тому, чтобы идти как бы вам навстречу и скажут, ну да, мы можем там подменить. Тогда, собственно, да, меняйте это. Если value от этого больше изменить приложение, меняйте приложение. Если легче и проще это сделать в автоматизации, это не повлияет на стабильность ваших тестов, да, ну тогда, что ж, ответ очевиден. Но опять-таки есть проекты, вот я, собственно, в одном таком работал, когда изменения в коде просто неприемлемы. И сделая, пройдя определенные шаги вот автоматизации, всем пришлось принять то, что как бы продолжение автоматизации не имеет смысла без изменения программного обеспечения. И на этом автоматизацию остановили. Привет, Валентин, дякую. Питание на рахунок кавериджа. У нас есть, например, API каверидж, у нас есть UI каверидж. И уявимось себе ситуацию. Я хочу сделать платеж, купить квиток Selenium Camp. И вот я написал автоматизацию на на рівне API и на рівне UI. Яка автоматизация, на вашу думку, має місце бути в проекте? Два варианта, первый або второй? Первый або второй? Первый и второй. Так, значит, два варианта, да? И первый и второй. Да, но вы... Так, почувствую, дякую. И наступное питание, чи є сенс робити негативное, то есть валідаційное тестування на UI рівні? Наприклад, там, я не знаю, юзер вводить невалійні дані, вони валідується по API, вертається щось на UI. Чи є сенс взагалі таки проверяти на UI? Ну, тут зависит все от вашего приложения, да? То есть если у вас есть проверка на UI и у вас есть проверка на бэкэнде, тогда вам нужно проверить проверку на бэкэнде API тестами, вам нужно проверить проверку на UI, правильно? То есть если вы будете покрывать что-то одно, например, только UI, а потом кто-то напишет какое-то другое, так сказать, фронт, ну, какой-то репрезентатив приложения для того же бэкэнда, но он не поставит там проверку, да? И вы через другое приложение, возможно, в бэкэнде вы пропустите ошибку, да? То есть получается, если… Зависит от приложения. То есть если у вас проверка идет на API, а на проверки на UI нет, ну, тогда зачем проверять на UI? Давайте лучше сразу на бэкэнде. Но если у вас и там, и там, то проверяйте там, и там. Дякую.